Добрый вечер! Мы, как всегда, с молитвой перед изучением Торы приступаем к нашим занятиям. И сегодня я запланировал с вами немного продвинуться по Кирке Авод, по учению отцов, которые мы смотрели в последнее время, последние занятия, и поговорить немножко о пророчествах, которые относятся к нашему времени, к периоду возвращения. В основном опираюсь на 37 главу Ихискеля, которая рассказывает о возвращении народа на землю Израиля, как о воскрешении из мертвых, когда мертвые кости собираются и покрываются плотью и оживают. Забегая вперед, могу сказать, что пророчество очень непростое. Все построено на тонкостях, и, конечно, можно восторгаться и говорить, что вот, после катастрофы, как мертвые кости ожили все в земле Израиля, но это не цель пророчества, как всегда. Пророчество предупреждает о каких-то моментах, которые нужно преодолеть. Это немножко заведает вперед. То, что я хотел сказать по поводу самих занятий, два слова на опыте, скажем, нашего предыдущего занятия. Я надеюсь, что, в принципе, у нас есть какое-то взаимопонимание. Я пытаюсь что-то изложить. Есть определенные принципы, есть определенные позиции, как говорят икру нот, основные моменты, с которыми бесполезно спорить не потому, что я самый умный или так далее, но в каждом изучении есть какие-то рамки. Когда мы приходим на занятия по математике, скажем, по высшей математике, то мы не начинаем оспаривать непрерывность функции, скажем, как принцип, или принцип того, что между двумя самыми близкими точками, скажем, находится бесконечное число точек, как утверждает основная лемма по дифференциальной математике. Можно, конечно, сейчас начать полемику об этом, но тогда мы не продвинемся в курсе и в изучении, и надо было бы открывать новый курс, как, скажем, если мы говорим о ньютонской механике, то можно говорить о ней с разных позиций, но надо говорить о ней, и не надо переходить в механику Эйнштейна. Мне кажется, это очень важное замечание, чтобы мы представляли себе, что у нас есть курс с определенными рамками, с определенными границами. Можно говорить, дискутировать, но не надо возражать, не надо отрицать основные, основополагающие принципы для того, чтобы просто не разрушить наше занятие. После этих слов, я надеюсь, что ни для кого не обидных и весьма понятных, мы с вами попробуем открыть демонстрацию, демонстрацию текста, демонстрацию текста пророков, точнее, не пророков, а поучения отцов, и немножко продвинуться по этому тексту. Одну секунду. Мы с вами сегодня попадаем, как мне кажется, интернационально, попадаем во вторую главу и постараемся продвинуться здесь. Еще один момент. Просто мне не хочется не встать. Сейчас, одна секунда. Мне нужноivas. Разумение. Возьмем вот так вот. Так, отлично. Вот, скажем, да, мы берем с вами главу вторую, и мы попадаем во время, сразу после разрушения второго храма. И мы встречаемся с Рамбан Юханан бен Закаем, который, как мы помним, во время осады Иерушалаима, он выходит из Иерушалаима тайным образом и договаривается с Веспутианом о том, что после того, как Иерушалаим будет захвачен, разрушен, мудрецам Торы будет данным право заниматься Торы, продолжать изучение Торы в одном месте в городе Ябле. Он действительно добился этого разрешения, однако мудрецы не сразу собрались в Ябле, а через три года, так как они боялись римских преследований, изучение Торы было запрещено, и было непонятно, как бы сработает ли этот договор Рамбан Юханан бен Закая. Через три года они собираются в Ябле, и в Ябле, как мы с вами говорили, поднимается вопрос о том, чтобы прийти к какому-то единому мнению, единой школе, чтобы убрать все споры. В результате это не получается, и споры остаются. Оказывается, что это момент весьма весьма удобный, потому что каждое мнение, если оно даже не принимается, оно высвечивает те или иные грани, скажем, можно сказать, того мнения, которое принимается, дает цельность картине. Это то, что происходит явно. Мы посмотрим, что приводится, какое высказание приводится от имени Рамбан Юханан бен Закая в «Пиркей Авод». Рамбан Юханан бен Закай говорит о нем, что он принял от Елеля и Шамая. Рамбан Юханан бен Закай был учеником Елеля и Шамая, но мы легко можем себе представить, что, конечно, он тяготел в школе Елеля, потому что мы говорили, что школа Шамая не принимала никаких ни договоров, ни переговоров, ни каких уступок властей, она этого не принимала. И один тот факт, что Рамбан Юханан бен Закай вышел в договоре с Веспастианом, свидетельствует, что он был в большей степени учеником Елеля. Так и говорится, у Елеля было 80 учеников, самый большой из них был Рамбан Юханан бен Закай, а самым малым был Юнатан бен Узиель. Большой, в смысле, что он ближе всего был в школе Елеля, к тому, чтобы установить отношения с властями. А малый Юнатан бен Узиель, он был, скажем, больше тяготел, или в какой-то степени тяготел в школе Шамая. И вот Рамбан Юханан бен Закай принял от Елеля и Шамая, и он говорил, если ты много занимался Торой, не читай, что это своей заслугой, ибо для того ты был создан. Мы видим здесь очень интересный момент, я думаю, что вы для себя отметили, что если Шимон праведнее говорит, что на трех вещах стоит мир, и на изучении Торы, и на служении, и на милости, то Рамбан Юханан бен Закай говорит только об одном. Хорошо, Шимон праведнее сформулировал несколько иначе, он сказал, что стоит мир. Но мы понимаем, что можно было бы и сказать и так, что цель человека поддерживать мир, цель народа в Снове Израиля поддерживать мир, и поэтому есть вот эти три момента, которые можно связать с целью нашего существования. То есть, в принципе, я хочу сказать, что одно и то же, несмотря на разные выражения, на разную посылку, по сути, одно и то же. Здесь, там, на этом мир стоит на трех точках, а здесь – это цель моего существования. И если мы с вами на секунду задумаемся, то мы поймем, почему. То есть, опять же, невозможно говорить ни о чем, если не учесть время. Давайте представимся, что Рамбан Юханан бен Закай сказал бы, что мир стоит на служении. Для Шимона Цадик служение, исполнение заповеди, оно включало и принесение жертв. Понятно, что Рамбан Юханан бен Закай после разрешения храма не может это повторить, что мир стоит на служении, и чтобы его высказание перекрылкалось с высказанием Шимона Цадик, это невозможно. Исключено часть служения, значительная часть служения и принесения жертвы, оно больше нет, оно невозможно. Рамбан Юханан бен Закай, конечно, мог бы сказать, что мир стоит на милости. И действительно, если мы заглянем с вами в Медра Шаба, то он разговаривает с одним из своих учеников, с Раби Ашуа бен Хананя, он говорит ему, что ты уж так не огорчайся, ты уж так не огорчайся, что разрушен к нам, не трудно сказать, как подобрать свои слова, как бы, да, или, скажем, пусть не до конца, не до смерти, не будет тебе обидно, что разрушен храм, потому что у нас есть нечто большее, чем жертвы, и это милость. Интересно, Медраж дополняет перкиавод, оказывается, Рабан Юханан бен Закай, он не берет служение, как мы с вами поняли уже причину, но он сохраняет милость. И все же остается загадка, почему же в перкиавод тогда, если это соответствует, как говорят Ашкафа, мировоззрению, Рабан Юханан бен Закай, а почему же было не взять, не сказать, не включить, что Рабан Юханан бен Закай говорит, что если ты занимался торой и оказывал милость, не гордись, потому что для этого ты был создан. Мы понимаем, что Рабан Юханан бен Закай как бы отбрасывает только одно, невольно отбрасывает только одно, служение Всевышнему, исполнение Западе в полном объеме, если учитывать принесение жертвы, это он оставляет в стороне. Но милость и Тору на этом он ставит акцент. Но в какой-то момент, скажем, если бы его спросили все-таки, Рабан Юханан бен Закай, а что же все-таки более главное? Что же более важное? Тора или милость? Он бы не сомневаясь сказал Тора. И мы понимаем почему. Мы понимаем почему, потому что Тора находится в опасном положении. Никто из мудрецов Торы даже представить себе не мог, что можно будет создать школу, в которой можно будет изучать, можно будет продолжить изучение Торы, обсуждение вопросов. Когда каждый один из мудрецов сидит в своем помещении, в своем доме, изучает Тору, это совсем не то, что как они собираются вместе и каждый высказывает свое мнение и они спорят. Только таким образом можно было передавать традицию, которая тянется от горы Синай, потому что, как мы с вами говорили, после Шамая и Елеля, уже было невозможно говорить о цельной традиции, когда один человек вмещает в себя все знания, когда он может посмотреть на вещи целиком или на одну и ту же вещь, он может посмотреть с разных сторон. Уже таких людей не было, каждый может посмотреть только со своей стороны. Поэтому необходимо было быть все вместе, и никто даже не мог предположить, что такое будет возможно после разрушения храма. И Рамбам Юханам Ганзакай ставит на этом акцент изучение Торы. Да, милость, безусловно, важна. Да, люди находятся в тяжелом положении, мы можем представить себе, насколько тяжелое положение было после разрушения храма и насколько требовалась помощь людям и разоренным, и оставленным без участия, и прежде всего проданным в рабство. И мы знаем, что выкуп из рабства это первая заповедь, как бы если бы можно было по важности составить список заповедей, на первое место попал бы выкуп из плена тот же самый Яшоу Ван Хананья, который, как можно представить себе, который усвоил учение Рамбам Юханам Ганзакая, Яшоу Ван Хананья, он выкупал пленных, он ездил в Рим, выкупал пленных. Так что это, безусловно, безусловно, было важно, но, как мы видим, Рамбам Юханам Ганзакай, он видел, что если человек может полностью посвятить себя изучению Торы, если он может прийти в Явну и оставаться там, это все. Все. От этого сейчас зависит продолжение народа, потому что мы понимаем, что еврейский народ не может быть без Торы, не может быть без Торы в ее полноте, по крайней мере, в той полноте, которая требует сегодняшнее время, сегодняшний момент. конечно, мы не можем достичь той полноты, которая была в Амаше, не важно, та полнота, которая на сегодняшнее время, на сегодняшний момент, она требуется от нас, если мы потеряем эту полноту, мы потеряем все. Это идея Рамбам Юханан Банзакая, и только так мы можем понять его высказывание. Если ты много занимался Торой, не считай это своей заслугой, ибо для того ты был создан. Цель существования человека, изучение Торой. Разве это можно всегда сказать в любой момент, в любое время, далеко не всегда, а исполнение заповедей. А есть время, когда какие-то заповеди, вот такие, как выкупленных, выходят на первое место, становятся. А мудрецы говорили, обсуждали вопрос, что важнее тому, тоа о массе, что важнее изучение Торы или заповеди. Они пришли к тому, и действия, действия с разной точки зрения. Они пришли к тому, что изучение Тора, оно важно, но потому, что оно приводит к действию. То есть действие, преобразование этого мира, не само по себе изучение Торы, оно является целью с точки зрения общего такого постановления мудрецов. Да, учить Тору, так что из этого ничего невозможно, но цель, цель – это преобразование мира, это действие. Рамбан и Хананган Закай, опять же, мы говорим в свете времени, он говорит, он говорит, что мир, что цель человека – изучение Торы. он обращается к учителям и говорит, что если вы достигли высоких знаний, то не гордитесь этим, за этим мы можем услышать, что ваша задача постараться обучать Торе других, обучать Торе даже тех, кто не знает Азов. Это призыв. Он мог бы сказать, так сказали, как сказали люди Великого Собрания. Поднимайте много учеников. Пусть бы он сказал. Цель человека – это изучение Торы. Если он много учил, пусть не гордится. Цель существования человека – изучение Торы. Если учил много, не гордится, поднимайте много учеников. Он не сказал. Почему он не сказал? Не мог. Не мог он объявить на весь народ, поднимайте много учеников, потому что с точки зрения римской администрации это было неприемлемо. Изучение Торы было разрешено только в ядре. В любом другом месте создание школы оно было бы приравнено к бунту. И, естественно, призыв создавать многие школы, он бы также призыв создавать многие школы, он бы также был приравнен к призыву к бунту. Или, по крайней мере, уж испортил его отношения с римской администрацией. Почему, мне кажется, во-первых, мы начали изучение Геркея Вод в ответ на вашу просьбу, как говорят по просьбе трудящихся. Почему, мне кажется, изучение Геркея Вод именно в таком плане? мы не можем позволить себе дальше просто читать текст и понимать его по-простому или не задумываться, почему он так сказал, а что он еще мог бы сказать и не сказал, а почему он мудрее взял такое выражение? Мы не можем не сопоставить это с временем, потому что, может быть, можно спорить, само я не знаю, но мне кажется, что это тормозит наше развитие, наше развитие как людей, связанных с еврейской традицией, а кто-то сладает, кто-то не сладает, но все интересуются еврейской традицией, связанной с ней, так или иначе. Это тормозит нас? Любое, так сказать, немыслие, любое невключение мыслительного аппарата, оно тормозит, особенно здесь. И вот, как бы, все наши занятия, это мой призыв к тому, чтобы задуматься, задуматься и выработать некоторую систему изучения, причем каждый может это сделать для себя, которая делает тексты многогранными, диалектичными, то есть мы задаем вопрос себе или другим, и отвечаем на него. Это мой призыв. Это, мне кажется, это очень важно, потому что это меняет нашу ментальность, отрывает нас от такого представления, что вот все дано, все с горы Синай, и главное, нам все это удалось сохранить, поэтому только теперь нужно читать и учить наизусть. Скажем, вот такое лирическое отступление. Теперь 9-я Мишна 2-й главы, она продолжает рассказ Рамбан Юханан Бензакай у его и здесь интересно, тоже нужно понять нам почему, его отношение с учениками, его призыв к ученикам. Давайте познакомимся с Мишной, начало 5 учеников было у Рамбан Юханан Бензакай. Раби Леезар Бенвурканус, Раби Ашуу Бенханан, о котором мы упомянули, Раби Юсей Акувен, Раби Шимон, Раби Натанель и Раби Ильазар Бен Ара. Раби Шимон Бен Натанель и Юсей Акувен о них меньше известно, а на личностях этих учеников Раби Леезар Элабри Адар Бенгранус, Раби Ашу Бенгананья и Раби Адар Бен Араха мы можем с вами остановиться в дальнейшем. Он так определял их достоинства. Раби Леезар Точнее, Раби Леезар сын Бенгуртанус Раби Леезар Раби Леезар Бенгуртанус подобен не теряющему ни капли оштукатуренному колодцу. Не знаю, как и тут правильно оштукатуренному. мы представляем себе, что и колодец тоже здесь также нужно было сказать водосборник. Водосборники покрывали таким раствором для того, чтобы вода не уходила, не проникала. И Рабан Иханан Бензакай представляет Раби Леезар как водосборник, из которого не вытекает ни капли. Все, что туда втекла, вся вода, которая, скажем, дождевая и которая, скажем, по каким-то ручейкам втекла в этот водосборник, она уже никуда не вытекает. И тут Турция скажем, тоже нужно было бы остановиться и представить себе, что Рабан Иханан Бензакай имеет в виду. Нам могло бы казаться, что восхваляется, так сказать, превозносится свойства ученика, который умеет повторить все за учителем, который все помнит наизусть. Были люди во времена Апанаев, Амараев, были люди с уникальной памятью, которых называли также Таном. Не нужно попозже с учителем. Таном это помощник учителя был, или Митургиман. Он мог повторить все, что было сказано в Бейт-Медраше за все время, как Магнитофон мог воспроизвести. Но это, скажем, такое свойство очень нужное, но оно не превосносится здесь. Оно не превосносится, потому что если мы с вами сейчас откроем мысль на трактат брахун, а изучение наших источников невозможно без того, чтобы заглянуть в другие места. Мы увидим такую историю. Наш раб Елизер, когда ему 21 год, он ушел от своего отца, пришел к Рамбану Хананган Закаю для того, чтобы учить Туру. И в какой-то момент отец пришел в Ирушалае для того, чтобы разыскать сына и отругать его, и даже лишить наследства за то, что он оставил хозяйство и пошел к Мудрецам Туру. Рабан Ихананган Закай пригласил Мудрецов, пригласил отца, пригласил Раби Лезера и попросил Раби Лезера говорить слова Туру. Раби Лезер отказывался, потом он все-таки согласился. И Раби Лезер говорил про себя, что он никогда не говорил того, что он не слышал от учителя. Когда он стал говорить, повторять слова Туру, Раби Лезер и Ханан Гамзакаев, то он говорил вещи, которые никто не слышал. Если вы его спросили, а может его кто-то и спросил в этот момент, что ты говоришь? Он сказал, как? Я говорю то, что говорит учитель. То есть у него было не только свойство собрать в себе воду, собрать все знания как воду, как водосборник собирает воду. У него было свойство пропустить это через себя, переработать и выдать так, что все, что он говорит, это совершенно не теряет связи с тем, что он слышал от учителя, но в то же время, как через какую-то призму, какое-то слепое стекло, это обретает свою окраску. Значит, так, что не нужно ошибочно думать, что превозносится свойство, когда человек просто запоминает. Просто запоминает и как бы работает так, например, магнитофон, это никогда не считалось очень высоким свойством мудрецов. Раби Ашуа, про него Рабан Юханан Бензакай сказал, что счастливо родившая его. Про Раби Ашуа рассказывается, что мать его привозила его к коляске Бет Медраша. Бет Медраша, когда он был маленький, для того, чтобы он слышал слова Торы, хотя он, естественно, ничего не понимал в коляске, но она считала, что это влияет на ребенка, и она очень хотела, чтобы временно был мудрецом Торы, Рабан Юханан Бензакай считал, что Раби Ашуа было забожено очень много, так сказать, от Торы матери. Неважно, она, мать, была мудрецом Торы или нет, но ее желание, чтобы сын учился, ее теплота, доброта и усилия они сформировали Раби Ашуа как мудреца, его любовь к людям, его желание выкупать пленных, его сострадание к сыновьям Израиля, его желание удержать их от дальнейшего бунта, потому что он не мог приносить кровопролитие, не мог приносить кровопролитие, его желание погасить все протесты против Римской империи, разрушение капищ и храмов, которые римами построили в Святой земле для того, чтобы уберечь сыновей Израиля, это его Тора Матери, Тора Души, Тора страстного желания Матери, ее доброты, которая вот так вот пронисла и Раби Иошуа, и его учения. Раби Иосей был хасид, по-русски коренному благочестив был хасид, ну что, отличался своим рвением и стремлением соблюдать заповеди. Раби Шамон Бен-Натаниэль боялся греха. Иорех это свойство, которое говорит не о том, что человек соблюдает Тору из страха, а о том, что он боится совершить грех для того, чтобы, скажем, из-за того, чтобы не огорчить Всевышнего, если так можно сказать. То есть, понятно, что у каждого человека есть свои отношения со Всевышним. Очень часто человек строит отношения со Всевышним и как с Орелом, и как с Отцом. И вот иногда мудрецы не поднимаются до таких высоких отношений, так что они боятся совершить грех, чтобы не огорчить Отца, чтобы не огорчить Отца Невестного. И этом отличался Шимон Натаниев. Рабель Азарганарах неиссякающий источник. Неиссякающий источник, то есть он учился у мудрецов, убил словно, он впитал себя Тору, а дальше он выдает, если так можно сказать, свою Тору. Но мы помним, что в первом салме говорится, что говорится, что стремление человека к Торе Всевышнего и о Торе его он будет размышлять днем и ночью. Так, это они нам подсказывают вот эту разницу, что стремление человека к Торе Всевышнего это человек, который стремится к Торе, но у него не всегда получается учить Тору, у него есть желание, и Тора остается Торой Всевышним. Но когда он размышляет о Торе днем и ночью, Тора может и должна стать его Торой. То есть у него должно быть свое восприятие, свое учение. Это не значит, что он начинает менять заповеди, что он возражает и там, скажем, басибог вносит какие-то исправления в Тору, потому что он читает, что здесь не так написано и так далее. Речь идет совершенно не об этом, а речь идет о восприятии человека, который как губка впитал в себя все, что было до него, и теперь он выдает обратно, но выдает совершенно нечто новое. Мы понимаем, что это свойство может быть близко к Равелезеру генурканусу, но тем не менее оно подчеркивается как свое, то есть есть постоянный хедушим, постоянное нечто новое, извлекается из Торы, то, что уже никто не скажет, что человек слышал от своего учителя, что это как-то связано, что он слышал от своего учителя. Нет, это совершенно новое от человека, который сам стал носителем Торы. Он говорил, если поместить мулецов Израиля на одну чашу весов, это говорил Рамбан-Миханан-Бензакай, а Равелезера сына Гуакануса на другую, он перевесит всех. Мы видим, что Рамбан-Миханан-Бензакай, он очень ценил это свойство. Человек может открыть новое в Торе, то, что не было до него, он может доказать, или убедительно изложить, что вот это действительно является одной из вторых Торы, которую раньше не замечали. Аббашауль говорил от его имени, если поместить всех мулецов Израиля на одну чашу весов и с ней вместе Раббель Азар на другую чашу, то последний перевесит всех. Хорошо, есть традиция, что Раббан Юханан Бензакай говорил немножко по-другому, он говорил, что Раббель Азар перевесит всех. И последний момент, после которого мы с вами сможем обсудить, 10-й Мишнан нам говорит, то есть это все было только преддверием к тому, что говорится в 10-й Мишнер, Раббан Юханан Бензакай обратился к своим ученикам и сказал, выясните, какого пути должен придерживаться человек, чтобы он был самым прямым. Ну, пускай будет так, что сам если мы вернемся мысленно к источнику, то здесь не прямая, а хорошая дорога. Не знаю, зачем надо перейти прямым путем, но ладно. Но в оригинале это хорошая дорога. Раббель Азар сказал, Раббель Азар на Бен-Урканус, о котором мы говорили в прошлом сне, он говорит, добрый глаз, айн тува. Хороший глаз. Очень интересно. Интересен сам вопрос. Какую эту дорогу, какой путь надо искать, а почему раньше не искали хорошие пути, самого лучшего пути, все остальные мудрецы, а почему они не поручали своим ученикам произвести подобные исследования. Очень интересно. И почему Раббель Азар говорит про добрый глаз какой-то. Раббель Азар сказал, хороший товарищ. Ничего совсем другое. Один говорит про какой-то глаз, другой говорит, что путь, путь, дэрех тува, это быть в хороших, в хороших отношениях, с кем-то, иметь друга. Раббель Азар сказал, хороший сосед. очень интересно. Раббель Азар сказал, дальновидный, тот, кто видит, что должно произойти, так перевели здесь, дальновидный. Раббель Азар сказал, доброе сердце. Лев Тув Раббель Азар Раббель Араха и сказал, что они включают все ваши слова. И дальше в некоторых изданиях это вынесено в отдельную мишну, и мы здесь тоже можем с вами остановиться и не смотреть, какой здесь самый плохой путь, а вот объяснить сначала, что здесь происходит. Дело в том, если мы притяживаемся с вами этой системы, на мой взгляд, единственным правильным, позволяющим нам относиться к тексту как разумный мыслящий человек, мы должны представить себе исторические моменты, мы его легко себе представляем. После разрушения храма все Дрейхарим, весь порядок жизни, он полностью разрушен. на что опереться, как строить свою жизнь. Бан-Иханан Бан-Закай сказал учить тоже. И сам же он как бы говорит, это не совсем достаточно, человек не только должен учить тоже, он как-то должен пройти по жизни по этой. Если раньше ты мог молиться пророку, если когда, не дай Бог молиться пророку, если ты мог раньше просить совета у пророка, если ты когда стоял в храм, мог обратиться ко Всевышнему, и у тебя была надежда, что тебе как-то небеса подскажут, как жить, тут человек, народ как бы оставь не совсем. Шхена ушла, народ полностью попал под власть, под чужую власть, да, и нужно что-то создавать, строить свою частную жизнь. Мы уже не, мы уже не говорим, как Шмайя и Автолеон, да, остерегайся властей, да, не показывай себя властям, да, потому что, вот, будь осторожен в своих словах. Нет, мы оставили все глобальные посылки, даже такие посылки, что надо быть осторожными с властями, надо быть, да, нет, об этом никакой речи, частная жизнь. Как человек в своем окружении может построить свою частную жизнь в окружении семьи, в окружении близких людей, да, что ему нужно, чтобы как-то, скажем, условно говоря, обрести какие-то заслуги перед Всевышним, быть хорошим в глазах людей, быть хорошим в глазах Всевышнего, что вот главное, да, и эта задача, как быть в условиях разрушенного храма, когда все структуры народа, когда все структуры народа разрушены, да, и Раби Элиезер сказал добрый глаз. Что может поддержать человека? Что может поддержать человека? Раби Элиезер говорит, только надежда на будущее. Мы должны вспомнить, что Раби Акива учился прежде всего у Раби Элиезера. Тогда мы поймем, что такое добрый глаз. конечно он развил Раби Акива развил учения многих мудрецов и учения Раби Элиезера он развил, может быть, в какой-то степени пошел дальше, Раби Элиезер, но мы видим направление мысли Раби Элиезера, которое отразилось в Раби Акива. Раби Акива умел посмотреть на разрушенный храм, как мы помним с вами, увидеть лис, который выбегает из святая святых, то есть храм превратился в какое-то запущенное место, похожее на лес, где бегают дикие животные, и увидеть в этом, в том, что он видит исполнение пророчества восстановления храма, увидеть это настолько четко, чтобы обрадоваться будущему восстановлению храма. Это добрый глаз Раби Акива у которого он научился у Раби Акива или развил это учение. Раби Акива не умел смотреть, как Раби Акива. Мы их видим вместе на храмовой корее. Смеется только будущим, радуется только Раби Акива. И тем не менее, мы представляем себе, что вот эта посылка добрый глаз Айн Тоба хороший глаз, умение видеть хорошее. Умение найти хорошее в этой ужасной ситуации. Это то, что может надежду на будущее, это то, что может поддержать человека, дать ему возможность соблюдать заповеди, заповеди, но многие просят соблюдение заповедей. в ситуации, которая еще хуже, чем была после катастрофы. Увидеть хорошее, то есть увидеть и то, что сейчас есть хорошее, крупицы какие-то, да, и увидеть будущее, увидеть будущее, суметь увидеть будущее, это то, что может поддержать. Это Раби Лезов. Да. Раби Ашуа говорит хороший товарищ, да, и мы его можем понять. Раби Ашуа, который, скажем, привязан к людям и понимает людей, он говорит, что нужно, чтобы было с кем поговорить, нужно, чтобы с кем было общаться. Раби Лезов говорит только увидеть, а Раби Ашуа говорит, надо, чтобы с кем-то обсудить, поддержать друг друга, поддержать друг друга. Это хороший товарищ. Раби Ашуа сказал, хороший сосед. Это тоже очень большая проблема в то время. Мы говорим, что злодей и горе его сосед Раби Ашуа призывает жить среди праведных людей, отдаляться от плохих. Потому что когда ты живешь с плохим человеком, а ведь зло, оно просто выплеснулось. Все нехорошее и и предательство, и грабеж. Может быть даже не столько в еврейской среде, но есть римские легионеры, которые завладели землей, с которыми ты волей-неволей рядом живешь. Раби Ашуа говорит, хороший сосед. Это то, что поможет человеку находиться постоянно, не утратить добро, хорошее, в его душе находиться постоянно рядом с хорошими людьми. Раби Шимон сказал Роэда налад, тот, кто видит нарождающееся, то есть надо видеть нарождающееся, он близок может к Раби Лезеру, но не говорит хороший глаз. Разумом, усилием разума надо понять то, что будет, а будет, надо надеяться будет восстановление возрождения народа. Раби Лазар сказал доброе сердце, лев тоф. И мы можем объяснить, что такое лев тоф, но мы понимаем, это хорошее намерение, стремление к добру. Рабан Ифанан Ванзакай говорит, что это хорошее сердце, стремление к добру, оно включает в себя то, что сказали предыдущие мудрецы, и доброе градство Белезера. Если есть хорошее намерение, то ты увидишь доброе вокруг себя и перспективу увидишь. И хороший товарищ, если у тебя доброе сердце, ты найдешь хорошего товарища, если у тебя доброе намерение. И хороший сосед, но у тебя сердце твое доброе не позволит жить в окружении злодеев и так далее. Доброе сердце включает в себя все. Мне кажется, что в таком плане, если мы разбираем с вами текст, пытаемся его увидеть, то он становится и историческим, и поэтическим одновременно, и, может быть, даже в каком-то смысле, я бы сказал, психологическим этюдом, он перестает быть заученными фразами. На этом я останавливаю демонстрацию, пожалуйста, если есть вопросы или что-то дополнительное, пожалуйста, можем с вами обсудить. Я вижу вас всех, и, пожалуйста, если есть вопросы, я готов пытаться ответить. Рафзаев, хотел уточнить, вот, говорилось, что Лазар Банарах перевешивать всех остальных, это в каком-то конкретном аспекте или в целом? Нет, я думаю, что, я думаю, что, думаю, что в целом, думаю, что в целом, с точки зрения Рабан Юханан Данзакая, что для него, как мы можем представить изучение Торы, это самое главное, это раскрытие нового в Торе, да, а с точки зрения пути, с точки зрения пути, для него Рабли Азан Бенарах также он включается о всех, потому что можем представить себе, что добрые, хорошие намерения, да, это как Рава говорит в Гемале в трактате Сангедвин Рахмана Либы Баи, Всевышний требует сердца человека, то есть Всевышний прежде всего смотрит сердце человека, да, что там в сердце, а что там может быть в сердце, да, либо Раба Механан Бензакая выше, чем все остальные мудрецы. Также, как мы говорили в плане изучения Торы, для Раба Механан Бензакая хидуш, новые открытия, новые грани Торы, это самое главное. Есть что-то еще, что хочется спросить? Да, если можно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вспоминаю, что царь Шламок спал и во сне к нему обратился Всевышний, то царь Шламок попросил у него левшомэ, сердцеслышащий. Да. А здесь вот речь идет о добром сердце. Я пытаюсь сопоставить это между собой. Ну, как бы всегда нужно было бы быть точным и не говорить, что разные слова указывают на одно и то же. Разные слова указывают на разные моменты. И мы можем вспомнить царь Шламок, как это бывает часто важно, вспомнить продолжение фразы, о чем он говорит. левшомэя, на тату левшомэя, личпот этамха акаше азе. Дай твоему судье сердце, которое слышит, чтобы судить народ этот тяжелый. Про рассказывается, что он хотел судить не на основе показаний свидетелей, а на основе такого пророческого видения, или что почти одно и то же четкого ощущения сердца, где правда агния, где правый агния, нет. И ему это не было дано полностью, не было дано по крайней мере всегда. Всевышний не ответил ему на эту просьбу, он ему ответил, как бы Всевышний и, так можно сказать, восхитился просьбой царя шламой, дал ему мудрость и богатство и все, но вывести его на такое состояние пророчества постоянное, которое, в общем-то, выше, чем пророчество Маше, когда он просто видит истину, видит. Действительно, Всевышний не вывел его на такое состояние, но в любом случае у царя шламой была другая проблема, и он не просил хорошее сердце, он просил сердце, которое поможет ему увидеть правду, для того, чтобы судить, этот народ тяжелый, для того, чтобы судить не только в плане, иногда не только в плане разобрать, кто прав, он виноват, а чтобы провожить ему дорогу, этому тяжелому народу, который будет еще и сопротивляться, и не захочет идти по тому пути, по которому, по которой, который выбирает царь, тогда не сердце, которое слышит, чтобы я понимал, как правильно с ними поступать. Это идея шламон, несколько другая идея, здесь доброе сердце, то есть сердце, в котором только доброе намерение, сердце, которое не ожесточается при виде той ужасной действительности, которая окружала мудрецов, и вообще была действительностью всего еврейского народа в то время, сердце, которое не ожесточается, которое сохраняет добро, которое направлено к добру, оно даст и все остальное, и возможность видеть положительно, и перспективы какие-то видеть, и найти товарища, если у тебя добрые намерения, и жить среди людей, которые могут быть хорошими соседями, все это тебе, как Рамбан Иханан Данзакай сказал, что это все поможет сердце, в котором хорошее намерение, доброе намерение. Не то, чтобы видеть сердце, то, чтобы оттуда исходили только с хорошими намерениями. Это разница между этими двумя ситуациями. Окей. Есть что-то еще, что хочется спросить? Да, Рафзеев, если можно, здравствуйте. Пожалуйста. Хороший друг, это имеется в виду просто друг, или это Хеврут, совместное изучение Торы с этим человеком? Мы скажем, как вам сказать, значит, я не думаю, что здесь имеется в виду Хеврута. Я не думаю, что скажем, вы правы, что здесь бы мог появиться еще, скажем, один человек, но он жил немножко раньше. Это Хонио Магель, который Всевышний ему показал, что он дал ему типа пророческого видения, что-то, какую-то такую ситуацию, когда Хонио Магель говорит, что есть после разрушения храма, есть другой взгляд на вещи, другие ценности, и человеку, который хочет сохранить Тору в ее полмоте, конечно, ему будет очень трудно после разрушения храма учиться с кем-то. Но вы как бы уже дополняете Мишну. Здесь нет этого Мишне, а самой нет этого момента. Раби Рашула, как мы его можем себе представить, Раби Рашула, его свойства, ему он говорит, что очень важно в такое трудное время, тяжелое, иметь близкого человека, с которым ты можешь обсудить, с которым ты можешь выплеснуть все свои сомнениями, даже сомнениями в вере, и спросить его, и сказать ему, что сказать ему, почему Всевышний так сделал нам? И он тебе что-нибудь ответит, и ты поймешь, потому что у тебя есть отношение с этим человеком, то есть товарищ, здесь в смысле человек, с которым ты можешь быть откровенен, который тебя понимает, и который готов тебя поддержать, и ты в свою очередь, конечно, ты поддержишь его. В этом плане говорит Раби Вешула Бен Хананья, да, вот, и опять же, да, здесь нету, нету инструкций на все времена, нету инструкций для нас, да, что нужно иметь Хевруту, чтобы учить Тору, да, здесь есть отношение мудрецов к определенному, к определенному времени, конечно, которое мы можем распространить на наше время, да, но когда мы говорим сегодня, скажем, да, что мы возьмем этот аспект эспертио, вот, возьмем учение Раби Вешула и скажем, что человеку нужен хороший товарищ, то мы будем понимать для чего, да, это не только, чтобы прийти попить чай, не только, чтобы побежать ему помочь, потому что ты его любишь, да, или всегда позвонить ему, чтобы он пришел, помог тебе, он радостью, радостью придет и поможет тебе, не только для этого, товарищ, это с кем ты можешь обсудить трудные вопросы, которые могут тебя поддержать, да, ты можешь ему сказать, что происходит сегодня с нами, в каком состоянии еврейский народ, что происходит сегодня с землей, землей Израиля, да, и он тебя сможет поддержать, он тебе сможет что-то объяснить, что-то сказать, или, по крайней мере, у тебя есть с кем это обсудить, да, в этом плане хороший товарищ, не то, что ты хибру, то себе в изучении Торы, ты пришел в Ешиву в определенное время, и у тебя там всегда приходит человек, с которым ты много лет учишься, да, и вы помогаете друг другу, потому что вот можно разобрать лист Гемары, более продуктивный, вдвоем, чем одному, речь не об этом, да, хорошо, по крайней мере, мне представляет, что это очень важно, очень важно понимать вот эти моменты, нюансы, да, которые есть у мудрецов этих высказываний, да, пожалуйста, если что-то еще, я готов попробовать с вами обсудить, да, вот, если нет, если мы исчерпали проблемы, то давайте тогда мы возьмем вторую тему, да, и мне бы хотелось с вами посмотреть, как я сказал, да, один момент из пророчеств, относящихся к нашему времени, пророчества, конечно, это пророчество было сказано для тех, кто был в Бавиле, в Вавилоне, а может быть, дальше даже было сказано больше для самого пророка, чтобы объяснить ему, как руководителю поколения, объяснить те проблемы, которые есть внутри еврейского народа, может быть, и для этого было высказано пророчество, да, прежде всего для тех, кто был в Бавиле, но так или иначе, мы знаем, что записывались пророчества только те, которые имеют отношение к нашему времени, и мы можем увидеть, как совершенно четко это пророчество, обращенное к людям и знамникам в Бавиле, оно преломляется и как бы отбрасывает лучи, свои лучи на наше время. Вот 37-я глава из книги Хискеля, которая, ну, скажем, его внешняя канва – это воскрешение из мертвых. Забегая вперед, можно сказать, что тут можно воспринимать по-разному, но, зная как бы канву, задачи пророков, если так можно сказать, то мы сразу можем представить себе, что это пророчество не было дано для того, чтобы убедить Хискеля в том, что когда-нибудь будет воскрешение из мертвых. Во-первых, это принцип веры. Зачем убеждать Хискеля, что будет когда-то воскрешение из мертвых. Можно сказать, что если нужно было поддержать изгнанников и сказать, что есть какой-то будущий, далекий мир, когда придет воскрешение из мертвых, и весь мир придет к своему исправлению, эта ситуация также очень тяжелая, которая лавилась, сложилась в сознании, есть утешение, что мир должен придет к своему исправлению, об этом уже говорил Даниэль. Представляем все изгнанников, которые живут довольно тесной и плотной общиной, общинами, и есть пророки, которые известны, очень хорошо известны всем сыновьям Израиля, Даниэль уже сказал об этом, в последней главе книги Даниэля говорится о воскрешении из мертвых, зачем Ихискель, который живет в это же время, параллельно с ним, с Даниэлем, зачем ему это повторять, так что здесь мы сразу понимаем, что здесь, если дается воскрешение из мертвых, то само по себе, как в общем-то Ихискель нам скажет, оно дается, как образ воскрешения народа. И как бы всегда это воспринимается как ура да здравствуй. И я в общем-то за, потому что у нас должно быть что-то светлое, какие-то предсказания, что народ, который в изгнании дошел до такого состояния, что его можно сравнить с общими костями, то есть в них нету в этих иссохших костях, нету ни жизненной силы, нету ни духа, и вдруг он встает и оживает на своей земле прекрасно, замечательно, это пророчество вдохновляло многие поколения, но есть как бы есть и другая сторона, есть и другая сторона, которая как бы скрыта здесь, и может быть я бы даже не стал бы как бы с кофеми говорить об этом, но мы можем представить себе, что если народ в изгнании превратился мертвые кости, это уже плохо, уже есть какая-то проблема, если эти мертвые кости оживают, то как сказать, они в каком-то смысле остаются мертвыми костями, есть проблема их прошлого, того, откуда они пришли, того, откуда они поднялись перед тобой живут, или как бы моя проблема, допустим, я смотрю, проблема пророка, он смотрит, ножки и кости собираются, оживают, люди живые, он-то помнит, что он их видел мертвыми костями, это вот как бы проблема этой главы, скажем, ее такой внешний фасад, и я за в данном случае, чтобы можно вспоминать точку стенения фасада, который нам дает и поддержку, и восторг какой-то, и надежду, и глубинный смысл, который оказывается очень проблематичным, но зато этот глубинный смысл объясняет нам, что происходит с нами в наше время, да, и вот, и давайте мы откроем главу саму и постараемся с нею немножко познакомиться, хотя, может быть, мы ее несколько раз касались, но вот мне бы хотелось сделать акцент на одном моменте, который, мне кажется, очень важен для понимания нашего времени и нашей конкретной ситуации. Так, пытаюсь быстро найти то, что мне нужно, да, и вот я вижу глава 37, да, вот, и то, что нам нужно у нас здесь есть текст с вами, да, и вот Ехивский говорит, и была на мне рука Бога, да, и был унесен я Духом Бога, и опущен в долине, а она полна костей, да, как мы с вами и говорили, что пророчество, так же, как и Тора, за пророчеством скрываются, так сказать, устные пророчества, условно говоря, так как есть у нас письменные Торы и устные Торы, можем сказать, что у нас есть письменный текст пророчества, есть устная традиция, которая тянется за пророчеством, она передается через учеников пророка, мы даже в самой книги Хискеля, можем увидеть, что там Бавили в изгнании у пророка были ученики, которые не отлучались от него, старались понять его, и, естественно, впоследствии они передали не только конкретные слова пророка, но и то понимание, которое скрывается за этими словами. Так что понятие Тора и устная Тора, оно применимо и к пророчеству. И была на мне рука Бога. Рука Бога. Это как бы сила, когда пророк не готов к пророчеству, когда у него, как это бывает у многих пророков, есть какой-то спор со Всевышним. И мы в дальнейшем увидим опять же через тонкий намек, в чем был спор Хискеля со Всевышним и почему Всевышний как бы силой дал ему пророчество. Естественно, что это спор, если так можно, допустим, сказать, о Всевышнем и пророке, это спор друзей, спор близких, или похоже это на спор друзей, на спор близких людей, которые где-то в чем-то утратили взаимопонимание. Они даже ссорятся, но это остается спором близких людей, когда связь внутрь, а не связь, она не утрачивается. Вот и была на мне рука Бога, пророчество, которое дается силой, и был унесен ядным духом Бога и опущен. Опущен до люди, а она полна костей. С Ихескиным происходит что-то невероятное, что происходило только с пророком Ильяву, когда не только его дух, но и его плоть переносится с места на место. Он физически оказывается в долине, которая действительно заполнена костями. Наши мудрецы, коридовая традиция от Ихескеля, говорят о том, что речь идет о долине Дура. Дура – это стена. Как я не знаком, естественно, с Акадским и не знаком с Арамейским на таком уровне, говорят, что это либо Акадский, либо Арамейский, который означает стена, это крепость, которая находится в 8 километрах от столицы Бавеля, города Бавель, и она была предназначена для защиты подходов или торговых путей, которые проходят около Бавеля. Туда принес его Всевышний, но непонятно, почему она полна костей. Это довольно недалеко от Бавеля, это центральная часть страны, что там происходит и что там произошло. Медраж рассказывает о том, что не Медраж, а Каценгидей, рассказывает, может быть, найдем это Медраж, но должен быть точно Медраж, это Каценгидей, рассказывает нам о том, что Новохудный царь привел пленных из Иерусалай. Мы представляем себе, что Ихискиэль и многие сыновей Израиля, несколько десятков тысяч сыновей Израиля, уже находятся в Бавеле, потому что они туда пригнаны за шесть лет до разрушения храма, пригнаны к данным Новохудный царам. А теперь как бы вторая волна изгнанников, это уже не изгнанники, которые переезжают со своим скарбом, едут на Павловск, как со своими семьями, нет, это совсем другие изгнанники, это те, кто оказался в плену у Новохудный цара в руках его воинов после разброма Иуды и после падения Иерушалаева. Их гонят из Иерушалаева в Бавеле, гонят очень жестоко, без одежды, есть много рассказывал, один из трагических моментов, что те знанники, которые уже находятся в Бавеле, они не могут выйти навстречу в травмных одеждах, встречать тех людей, которые гонят из Иерушалаева и расспросить их о трагедии, которая произошла. Они должны выйти в праздничных одеждах, потому что иначе это будет оскорбление царя, Набухуднецар победил, а не подданные Набухуднецара. Это один из трагических моментов. Теперь Набухуднецар в долине Дура, он убил всех воинов, всех защитников Иерушалаева, всех молодых людей. Минтраша рассказывает, потому что они были очень красивы, но можно представить себе, что или он Набухуднецар хотел наказать их на глазах у своих подманок и прославиться, или он боялся оставлять живых, этих людей физически сильных и с непокорным духом, но там он в долине Дура устроил бойню, и прошел после падения Иерушалаева прошел год, два, может несколько больше времени, точно не знаем момент этого пророчества, но через несколько лет после падения Иерушалаева и Всевышний приводит его в долину и он показывает ему эти кости, и эти кости это и сама трагедия. И она указывает на все трагедии, которые произошли с ногами Израиля. Естественно, взгляд на эту долину в полную кости пробуждает чувство безнадежности и бредности человеческой жизни, и бесполезности борьбы, может быть бесполезности какого-то ожидания и не только сам вид кости, не только жалости к людям, они ужасны, все эти мрачные мысли, которые может навеять такая долина. И провел у меня возле них по кругу по кругу. Ихискель идет, видимо, ногами возле вокруг этих костей, разбросанных на большом расстоянии, он обходит их. И Ихискель Корен, и Всевышний не заставляет его идти через переступа, через кости, а ведет его вокруг около этой долины. И вот много их очень разбросано по долине, и вот сухие они очень. Сухие они очень, мудрецы, и тот же Сангедриен отмечают, трактат Сангедриен отмечает, что нет в них ни капли благи заповедей. То есть они указывают на состояние всего народа, эти кости, они не только сами себе кости, как мы говорим, они образ, такое пророческое ведение наяву, образ, наяву данных, и вот они указывают на то, что ни у сыновей Израиля не осталось ни капли заповедей. Как это понять? Сновья Израиля о чем говорит Медраж? Мы должны задуматься. Соблюдали заповеди в Бабеле, и мы знаем, что многие люди были привержены Торе, многие ассимилировались, но о них вообще никогда идет речь, потому что не хочется лишних возвращения и не заботиться о тех, кто ушел в Бедово Патлонство уже полностью погряз там, он и Хискелин призывает заботиться об этих людях, о все остальные заповеди, что значит нету какой-то благи заповеди, что полностью оторвались от Тора в них, есть и домомучения, есть общинная жизнь в Бабеле, может, все это не так весело, но это есть, и сказал мне, сын человека, оживут ли кости эти, и сказал я, Бог всесильный, ты знаешь, ата и ада-та. Это ответ такой силы, которую мы бы не поняли с вами, если бы нам мудрецы не бы сказали, что имеет в виду, что имеет в виду пророк, а пророк хотел сказать Всевышний, я с тобой в ссоре, я как друг, я как сын твой, но я с тобой в ссоре, ты привел к тому, ты не простил народу, ты привел к тому, что народ растоптан, эти вот в долине растоптаны физически, а весь народ растоптан духовно, и ты меня спрашиваешь, живет ли народ, ты его привел в такое положение, ты отвечай, я не знаю, ты скажи, ты их умел, ты их умел разбить, раздохнуть, ты их сумел и восстановить, я здесь не при чем. трактация говорит о том, что за то, что Ихискель так ответил, он был наказан, наказан очень сурово, если так можно сказать, он не был похоронен в земле Израиля, его могила находится в Бабеле, она до сих пор известна на берегу реки Брад, находится могила Ихискеля, и эта могила внутри была украшена, если так можно сказать, украшена пророчеством, выбитым на металле, на металлических таблицах, вот как раз это пророчество воскрешения мертвых было внутри могилы, потом, слава Богу, эти таблицы каким-то образом оказались все-таки в Израиле, могила существует до сих пор, да, вот, и в отличие от могилы пророка Йона, который есть подозрение, что она была уничтожена, просто взорвана, да, вот, и сказал мне, сын человек, а живут ли кости эти, сказал я, вовсе сегодня только ты знаешь, да, и сказал мне пророчество о костях этих, и скажи им, кости иссохшие, слушайте слово Бога, да, ты мне говоришь, что я знаю, я тебе покажу, что они воскреснут, но ты сам будешь говорить, да, и ты сам проникнешься, проникнешься пророчеством, которое говорит о их воскрешении, и так сказал Бог, все сильные костя им этим, вот я привношу в вас дух, и оживете, и дам вам жил, и одену вас плотью, и покрою вас кожей, и вложу у вас дух, и оживете, и узнаете, что я Бог. Что это, о чем это идет, что это за картина такая, это все-таки не живопись, хотя в самом по себе, это было бы очень интересно, или как кино, очень интересно, очень красиво, как вот тела обрастают плотью, воды, сухожилиями, как они покрываются кожей, и как вдруг мы чувствуем, что у них пробуждается какой-то дух жизни, да, это само по себе красиво, как всякое ощущение, как всякое ощущение духовности, действующей в мире, это красиво, но не в этом цель пророчества, продолжаем, да, и пророчествовал я, как мне было верено, и прослушался звук, когда я пророчествовал, вот шум, и сблизились кости кости ее, кости приходит движение, то есть, видимо, какой-то дух уже их движет или не движет, но дух бывает разный, здесь еще только дух такой изначальный, который гонят, сыграют вместе, и видел я, вот на них жилы, и плотью отделились они, и сверху покрылись кожей, но духа в них нет, да, и тут это пророчество, если его немножко приоткрыть, да, приоткрыть, да, тут нам нужно забежать немножко вперед, немножко, да, оно становится очень важным для нас, да, и вот мы с вами делаем скачок через несколько предложений, предложений, мы смотрим с вами, да, мы смотрим, да, вот, одиннадцатое предложение для нас очень важно здесь, да, и сказал мне сын человека, кости эти, они весь дом израиля, вот, говорят они, и сохли кости наши, и пропала надежда наша, обречены мы на гибель, это ключ, бывает ключевое предложение, оно дает нам ключ к пониманию всей главы и всех остальных предложений, да, мы с вами видим здесь, да, кости эти, они весь дом израиля, то есть, как мы с вами говорили, Всевышний говорит пророку, я показал тебе эти кости, не для того, чтобы удивить своей возможностью воскресить из мертвых одного и даже многих людей, не для этого, я тебе показал, чтобы ты через то, что происходит с этими костями на глазах твоих, понял, что это весь дом израиля, они в галути, в изгнании, как сухие кости на народ, у него нет ничего, и у него нет никакой возможности что-либо создать. Кстати, о, так сказать, о костях в изгнании говорит еще Тора в книге Ваекра в 26 главе, она говорит о том, что вы пропадете в странах народов мира, а оставшиеся из вас сгниют и стают, и стлеют. Короче говоря, мы можем представить себе примерно такую же картину, что народ превратится в сухие кости. И еще раз мы с вами представляем, мы же должны соотносить пророчество с действительностью, мы представляем с вами, что заповеди не оставили. Соблюдение изучения Торы не оставили. Да, разные слои, прослойки, одни так, другие так, да, ну, далеко не все ассимилировались и ушли от народа. Большинство живет в общинах с теми правилами, которые есть в общинах, да, и там есть мудрецы Торы и наставники, слова пророков, которые еще есть, они звучат, да, так в каком же смысле они сухие кости. А вот нам говорит, Всевышний словами пророка говорит, они сухие в том, что они сами себя считают сухими костями. И в каком смысле они говорят, что пропала надежда наша, обречены мы на гибель. Они сухие не в том смысле, что они не соблюдают заповеди, не изучают Тору, а в том смысле, что они считают себя пропащими, они видят себя сухими костями, и они говорят, что пропала надежда наша. И опять же, для того, чтобы быть людьми логическими, логичными, мыслящими, мы должны спросить, как же так? Мы понимаем, что в Бабеле были и молитвы о возвращении и говорили о 70-ти годах, которые продлиться галут изгнания, повторяли пророчество Иеремиягу, что и через 70 лет я вспомню оба, соберну оба. Как же пропала надежда? Пессоны передавали детям, были на протяжении всего изгнания в Бабеле были живы люди, которые еще видели первый храм стоящий, но в любом случае, скажем, если кто-то не дожил до преклонного возраста, передавали детям своим эту надежду на возвращение и были сердцем связаны с земной Израиля. как же пропала надежда наша? Ответ здесь такой, что представление у сыновей Израиля, которое у них сложилось на основе пророков, было таково, что Всевышний чудом перенесет им землю Израиля. Как говорил пророк Ижаялу, пустыня, горы опустятся, долины поднимутся. Тот же Ихискель в предыдущей главе говорит, что земля Израиля начнет свисти еще до того, как придут изгнанники. То есть картина, которая создалась, это то, что чудом как при исходе из Бавеля, как при исходе из Египта. И мудрецы наши говорят, что исход из Египта и исход из Бавеля должен был быть столь же чудесным, как исход из Египта. И так все и считали. И поэтому когда оказалось, что народ не достоился этих чудес, то люди сказали, мы должны вернуться в разрушенную землю своими ногами, мы должны восстанавливать эти города, мы должны заново насаждать виноградники, земля не зацвела. Кто это может сделать? Извините, нам это не под силу. Мы это не можем. Мы это не можем. Мы остаемся в Бавеле, и мы будем ждать чего-то, чудес, и потом, как мы с вами видим через гелат истер, мы видим, что и сама по себе идея возвращения, она тоже как-то ниблируется и уходит. И уже это кости, некоторые говорят, что пропала надежда наша, они уже не помнят о том, что была такая надежда. Это как бы следующий шаг, развед перспектива. И мы представляем себе, то, что хотел Всевышний научить Ихисхеля в воскрешении из мертвых, говорят, что не только женщине рожать трудно, но что и ребенку трудно рожаться, что рождение это не такое простое дело. И в Гемаре говорится о нескольких случаях, восстановление человека это непростое дело, это болезнный процесс. И Всевышний показывает Ихисхелю, что народ, превратившийся в мертвые кости, он сформируется из этих мертвых костей. Несмотря на то, что у них нету надежды на возвращение. несмотря на то, что они не хотят трогаться с места, несмотря на то, что они не совсем понимают, почему это они должны идти в разрушенную страну, когда она вся не зацвела силой Всевышнего, они превратятся в тела, или у народа возникнет своя структура, и он придет на землю, и он обретет дух, и все это сделает Всевышний, несмотря на то, что они не собираются, грубо говоря, не собираются трогаться с места. Всегда такие моменты происходят через людей типа Нахшон Бен Аминадам. Всевышний сделает все в конце Иногда будут явные чудеса, когда растут моря, иногда будут чудеса скрытые, но ничуть не менее сильные, чем явные чудеса. Всевышний сделает все, он приведет их в землю, он приведет их, если в каком-то смысле приведет силой, создав обстоятельства, которые не позволят им оставаться в Бавиле, но для этого нужны люди, первопроходцы, готовые прийти в эту разоренную землю, начать строительство, через них, через этих людей произойдет чудо, через них оживут эти кости, которые поднимутся, в каком-то смысле оставаясь сухими костями, и придут в землю, и здесь образуют народ. Это вот как бы тот рисунок главы, которые мы с вами представляем, еще несколько слов, и может мы с вами что-то успеем обсудить. В скобках я замечу шутку, что я помню в институте был такой предмет истории КПСС, и разбирая свои политические моменты на этих уроках, когда кто-нибудь из студентов, естественно, что студенты были вольнодумцы, они не в телеконе все принимали, потому что говорил лектор, кто-то из студентов в моей группе начинал сравнивать с тем, что происходит, когда была критика, критика западного мира, а кто-то из студентов начинал говорить, что аналогичные вещи происходят в Советском Союзе, преподаватель говорил так, мы не сторонники прямых аналогий, вот это шутка, а я хочу сказать, что я не сторонник прямых аналогий здесь, с нашим временем, только по одной причине, я не хочу их объяснять, потому что они совершенно очевидны, мы их видим перед нашими глазами, нам не нужно было бы пророчество, если бы пророк не вскрывал глубинные психологические моменты, те, которые как бы крутятся в сознании и подсознании нашего народа, те глобальные проблемы, которые есть у нас в сознании, если бы не это, так мы это все видим своими глазами, вот, еще несколько моментов тоже не таких простых, поэтому пророчество и скажи им, так сказал Бог Всесильный, вот я открою могилы ваши и подниму вас из могил ваших народ мой и приведу вас на землю Израиля, что это за могилы, если их ведут на землю Израиля, понятно, это города, где они живут, я не помню, кто-то с комментариев так и пишет, что это города, где живут сыновья Израиля, это их могилы, так видит Всевышний, если даже ему хорошо в своих местечках и они хорошо устроились, и как говорит Маше Хохма, они уже называют Берлин Новым Ярушелаемом, то Всевышний это видит по-своему, он видит это как могилы, и он говорит, я открою ваши могилы, то есть я вам создам условия для возвращения, открою, надо было бы подниматься, нужно было бы вот этим костям, которые уже другим костям, о которых Всевышний говорит вслед за этим видением, он говорит о костях, которые в могилах, этим костям, которые в могилах надо было подниматься, они не поднимаются, я подниму вас, говорит Всевышний, из могил ваших, народ мой, потому что они не оставили соблюдения туры, поэтому они народ Всевышнего, есть за что цепляться, есть кого трясти, есть кого превращать в живых людей, и приведу вас в землю, на землю Израиля, то есть можно представить себе и создам условия, и подниму уже насильно, и приведу тоже насильно на землю Израиля, создам такие обстоятельства, когда вам некуда поэктиваться, придете на землю Израиля, и будете знать, что я Бог, когда кровью могилы вашей, и подниму вас из могил ваших, народ мой, то есть из всего происходящего, из чуда Всевышнего, из чуда возвращения, которое может происходить даже против нашей воли, против нашего сознания, мы поймем, что есть Бог, то есть есть тот, кто обещает и исполняет свое обещание, так, это одно из пониманий четырех букв нового имени, я тот, кто дает обещание, тот, кто его исполняет, и вдохну вас, дух и оживете, кости придут на землю Израиля, кости придут на землю Израиля, и только здесь я вдохну вас дух и вы оживете, я вдохну вас дух, вы не найдете этого духа, я сделаю так, что я вам вдохну вас этот дух, вот, и тогда вы оживете, и у нас вырисовывается вот и приведу вас землю вашу и приведу вас землю вашу и будете знать, что я Бог сказал и сделал и сказал Бог вот приведу вас землю здесь можно понять по-настоящему когда вы поймете, что вы пришли в землю вот дальше начинается другое пророчество тоже очень интересное и важное но мы здесь, естественно, с вами остановимся и я очень надеюсь, что мы начали как-то понимать сопереживать соотносить слова, которые сказал пророк с нашим временем и понимать важность этих слов не только как картину, которая должна нас поддержать и дать нам дожить до светлого будущего, дать силу дожить до светлого будущего, но это картину которая указывает на нашу психологическую проблему мы ждем чудо мы ждем Машеха мы ждем, когда кто-то за нас все сделал а у Всевышнего другой план а у Всевышнего другой план и он поднимает и он и как бы для того, чтобы говорить о жизненных силах о жизни не столь важно соблюдение заповеди хотя это тоже важно что мы это не оставили в Галуте не изучение то, но здесь важнее а есть у нас надежда а готовы ли мы встать как бы подняться за этой надеждой не предать не предать эту надежду и вернуться в этом жизненные силы если мы придаем свою надежду то оно похоже на сухие кости которые Всевышний силой оживляет силой вкладывает дух и процесс конечно это очень тяжелый такое воскрешение болезненности и болезни и то что главное мы могли бы отметить что сначала создаются материальные структуры и только потом вкладывается в дух об этом говорил Ихискелев 36 главе несколько он говорит от имени Всевышнего потому что я окроплю вас водами очищающими но как бы у нас нет возможности провести все эти параллели и как бы связаться надеюсь что как бы наша картина вот эта картина нас как-то ну дополнит наше представление о том что с нами происходит сегодня вот здесь я остановлюсь и как всегда хочу послушать ваши вопросы дополнения и возражения пожалуйста когда нет вопросов у меня всегда рождается двойственное чувство с одной стороны радостное мне кажется что я все так хорошо объяснил с другой стороны рождается подозрение а вдруг ничего не поняли и конечно не по своей меня потому что мне не удалось донести хорошо ладно ну смотрите если нету вопросов я смотрю так все тихо руки никто не поднимает то давайте мы тогда закроем наш форум и с удовольствием принимаются вопросы в писанном виде очень хочется возродить наш форум ту платформу которую я понимаю на танцов с немалыми усилиями да и вот и она как-то заглохла давайте постараемся ее возродить речь идет про сайт речь идет про комментарии на сайте может быть ты подскажешь немножко и пробудишь как бы вот эту иссохшую нашу душу к тому чтобы мы вернулись на этот сайт смотри сайт простолемо.ру все наши занятия включая последний который был они все выстроены там в виде статей в которых стоит вставлено видео запись последнего соответствующего занятия поэтому самое правильное это писать вопросы замечания в виде комментариев там как это и было раньше и тогда Равзеев там отвечает в чате в нашем чате на телеграме я все время даже как бы публикую не линки на записи видео а линки именно на сайт действительно как в какие-то последние времена в общем народ как бы абстрагировался от этого дела хорошо я со своей стороны постараюсь еще раз сделать усилия чтобы это возродить и призываю всех так же хорошо я желаю всем самого наилучшего уже с нетерпением жду встречи с вами в следующий раз надеюсь что мы продвинемся в изучении Торы всего-всего самого доброго спасибо большое до свидания спасибо